всем привет все у нас будут пересадочка вот этой орхидеи цветоносы я уже обрезал и будем пересаживать купила такой вот горшочек делал дырочки не было такого я покажу сейчас какие там стоят до не было внутреннего будет тоже хорошо дырочки сделал и вот такой выкуп имеет выпуклость внизу видите то есть внутренний он до конца не доходит вот здесь когда поливаешь водички такой где-то президенту не знаю пол сантиметра оставляешь на вот и на испаряется так питается орхидея так вот наша орхидея вот такой же горшок ведь пока достигнут от пластмасса вот наша посмотрите что с ним происходит она уже убежала куда могла вот и вот здесь корни начинает отсыхать она не была пересажена где-то уже полтора два года ну полтора точно около где-то поближе к двум наверх здесь начинает расти новый листок постараюсь поймать цвет у нас и на улице пасмурно дождь падает целый день сейчас у нас 10 утра вот и пасмурно видите включил свет сама так вот листочек листочек и было показать листочек то а вот вот он да вот видите и нижняя естественно конечно уже начинают уходить это принципе у всех так орхидей они отдают что-то одно чтобы расти росло другое если от листочек пойдет отсюда она дальше полезет не вверх а куда уже дальше лезть не знаю так что будем пересаживать сейчас а посмотрите что делается с корой когда долго времени пересаживаешь и как орхидея съедает все что может из коры чем она питается вот эти корни придется все обрезать да кстати смотри что мокрая потому что она буквально дня два назад поливалась вот ну пришло время пересадки вот это должен все обрезать так что кому больно надо смотреть перемотайте лучше сейчас немного коры вытрясу чтобы она не мешала и обрежем корешки обрежем так мы еще не все обрезали сейчас 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 иначе и отсюда не вытащишь это наверное единственное неудобство при пересадке орхидей ну принципе оно не такое уж неудобство то что я обрезаю корешки с ним ничего не случится абсолютно и это на ее рост не повлияет и сейчас вы будете вот сколько здесь корней зеленых да ну вот наверно так видно совсем такое плохое ощущение но постараюсь вам показать как можно лучше так еще немножко осталось еще один тут надо резать не дорезал что же попробую вытащить что-то еще держит ее что-то еще держит что у нас тут держит так 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 здесь обрезал здесь обрезал здесь обрезал здесь обрезал плотно сидит о наконец-то наконец-то большой крышечек это хорошо по последних еда и которые покупал там крышечка много меньше и вот нужно мне найти на я придется еще один такой купить чтобы и пересадить там двойная орхидеи на сколько помните и и мало места просто так это вот сюда помоем и вот это все убрать она еще влажная все ведь да наверно наверно давайте я уберу а потом а потом включусь ну король практически все убрал только мне сейчас придется ее обрезать чтобы дальше вот эти вот все ниточки видите сухие такие вот вот такие сухие корни по обрезать и потом это все положу чтобы она подсохла резать я буду просто не очень удобно это корешок этот один же молоденький сломал я не хочу дальше ломать так корень у него вот этот ствол да вот этот вот вот этот ствол вот он вот здесь заканчивается вот здесь сейчас подсветить душа не знаю как он там видно вот видите он заканчивает надеюсь будет видно на камеру потому что метод на мониторе очень плохо видно вот и вот эти коры надо подсушить лишнее убрать обрежу я его где-то 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 вот тут под последними корнями это вот здесь вот под последними корешками обрежу возможно если это посадить на подсохнет у меня да ты бы наверное часть к 2 сушить вот придется дольше баррю только не недавно поливал потом корень таки влажный вот и подсушить и посадить возможно пустит еще орхидеи к одну не знаю посмотрим вот крышу все сломал очень неудобно жалко корешки надо обрезать и дальше работать да вот здесь где-то оставлю вот здесь сейчас вас выскочит ссылочка какая она была раньше она была намного меньше когда я показывал первый раз и на не было такой высокий эти листочки еще не отдавали свои жизненные силы вот этому что растет ну и 20 то носа было высокую память так ладно сейчас я буду искать то что камня неудобно резать я буду искать где тут можно подлезть ножницами чтобы обрезать и потом включусь так давайте продолжим посмотрим что у меня получилось вот это я обрезал вот еще длинную корню я не знаю как это все буду нагибать конечно а вот тут сухой не обрезал чтобы лезть не вот сюда но будем как-то излучаться другие системы я как-то не очень признаю каждый выращивать как ему удобно я считаю так мне например удобней так и полив сам удобен потому что не нужно носиться с этими горшками и удобно их вообще удобно мне просто в удобно так выращивать что могу сказать так вот это оставляю на просушку что я хотел вам сказать видите какой цвет корней вот это все из-за того что я ранее их не пересадил не было места да и вот эти вот корни они уже один за один заплетаются прикрепляется к другому корню и вот такой нездоровый у них цвет но это нормально они все живые это все это ничего страшного абсолютно ничего страшного так и сейчас покажу аккуратно положить что вышло с другого части вот это я все расплел лишнее убрал было очень много зеленых корешков но они питались от других корней то есть от самой орхидей питались понимаете вот они прикрепляются уже как бы отсюда отошли да а вот именно здесь вот здесь надо на одной ниточке не увидел вот этого нехорошо это нам будет обрезать вот этот корень тоже он хотя починился но он живой он живой весь это видно я помыл его и вот видите вот тоже свет не поступает орхидея еще много зависит чтобы был доступ света чтобы горшки были прозрачны это обязательное условие это никуда нельзя садить их в темные горшки просто орхидея нельзя орхидея сама питается к не только влагой да и какие-то питательные вещества мискоры или ну а дерево она питается еще и светом без света никуда конечно нельзя на солнце выставлять на открытое но смысле на прямые солнечные лучи а вот так вот подальше от окна можно у меня южная сторона мне не над не стоят но сейчас я буду убирать нас уже погода солнышко поднялось выше и будет не жарить их вот я вынужден буду их убрать на этот столик на котором сейчас вот здесь возле окна он стоит вот такое так это наверно будет сушиться мне до завтра тут у нас сильно больно мне не нравится все на посмотреть так столик живой извините столик живой я думаю видно вот видите так что есть надежда что с то что нибудь получится вполне есть надежда так где-то корень видел ладно потому что вот ну и тут у нас коню все хрупкое и большими лапами тут у нас все хорошо все хорошо да кстати вот будете обрезать вот такие вот сухие я живой корень до дальше хи воде сама немножко отступить и миллиметра три там от живого потому что если обрезать вплотную она бы дальше сохнуть такое ну не всегда но бывает лучше перестраховаться вот эти вот 5 этот от коры так что не так же тут а есть много темных пятна то все от коры коры увидели что с ней случилось на практически полностью переработана так это мы ставим на просушку и наверное наверно покажу вам кору сначала потом покажу щетка высыпать тут у меня кора смешанная есть покупая и и лесу ее можно различить и здесь это побольше кусочки видите вот такая вот мелочь вот это уже покупная ну дома так и конечно не измельчишь мелко можно но сильно там все размусали щитом подобное меня много спрашивали большой кусок но спрашивали чем я подкармливаю орхидеи и очень редко подкармливаю хотя полагается 1 месяц даже на всех инструкциях написано но у меня получается не знаю потому что может расположение такое день и растут но не как бы не нуждается в этом не сами это показывает что им это не нужно я пробовал как-то раньше подкармливать но не знаем что-то не очень но но здесь есть одна фишка в этой коре сейчас вот это древесный уголь я обязательно добавляю древесный уголь это ну просто превосходная подкомка это вообще-то супер подкомка так же самое как пепел но пепел вы сюда конечно не дадите а вот там цветочки можно раствором пепла полить так что даже им плохо от этого не будет но не все там нужно почитать и которые воспринимают его например на огороде он общать незаменим просто так вот адресный уголь где взять древесный вариант из 2 или самим разжигать костер или когда на шашлыках сидите на пятнике ком-то и забирать вот такие угольки не пепел а вот гольки до забирать вот или же покупать в магазине точнее на любой заправке он есть древесный уголь для мангала для барбекю он недорогой пакет там большой где-то такой наверное большой очень большой пакет и этим можно тут много но его добавлять не нужно вот видите соку здесь немного вот этим орхидея и питается вот это наверное что я забыл постоянно сказать когда меня спрашивали вот видите как новость у мох остался мог очень не люблю не люблю он не мешает при такой при такой системе он не мешает если вы содержите орхидею здесь дырочками да то есть вы купаете если вы и купаете тогда мог хорошо потому что вы позже ставите и она все просыхает здесь есть вентиляция здесь она зазор есть да но но испарением питается то есть в мохе она будет застревать это вла она здесь не нужно она просто не нужно вот корней было много да вы сами видели корней много и вот что корни к цвета приобрели некоторые желтоватые одним словом мог я не люблю вот здесь тоже видите хорошо что болтается здесь есть воздух он проходит вот это если такой системе держать это обязательно не ставку на плотно сидела нельзя потому что тоже будет занимать просто будет загнивать так и много заболтался уже ой извините если бы долго но давайте так прервемся и подождем пока это все хозяйство просохнет это я буду садить сегодня через несколько часов пусть только мне просохнет а вот это я оставлю до завтра наверно видео только поэтому сниму это уже посадю не знаю или кусочек сниму это увидели нет не знаю ну вот это скорее всего что сразу сегодня и выложу так ладно пошел поставлю теплое место наверху где-то на шкафчик и будет сохнуть ну и мы продолжим сейчас 4 часа несколько часов она высыхала уже высохла даже видал по корешкам и самое главное теперь нужно как-то и сюда посадить чтобы корешки не сломать так я вам забыл сказать вот эта кора ее нужно обязательно произвести дезинфекцию то есть я обычно пропариваю я варить не люблю тем более где-то я слышал о ком-то канале варят около 6 часов но я принципе холодец варю 6 часов но не кору вот это вещи мог попадается это кара у меня пропарилась ну где-то часть к полтора около двух часов ну полтора часть к точно вот но нужно пропаривать без древесного угля потому что да он теряет свои свойства полностью ну не полностью конечно мы просто он теряет свои свойства не настолько он сам по себе уже 10 огнем температурой уже все бактерии убиты вот и это просто не нужно добавлять его позже так сейчас мы будем как-то все садить это сюда сейчас попробую это как-то впихнуть сюда так неудобно на камеру бинтусе но так главное чтобы не поломать аккуратного суммы там еще из-под низу я уже его не в сумму нужно поменьше постараться немного часть чаще 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 поздравлять так я понимаю что это не очень интересно ну постараюсь то все как-то сократить до минимума вот все немного крышу можно спрятать да они есть немножко сломается это не страшно там середине которая тоже держит вот таким макаром нужно это все засыпать по крайней мере я так делаю вот сейчас это все насыплю и включусь основа вам покажу как она вы или потому что он смотрю здесь попадает здесь на него не очень удобно камеры извините и тогда мы дальше сам немножко поговорим что делать дальше вот засыпал я король один корешок мне так не удалось спрятать вот он боялся его поломать пусть пока так растет так ну я рассказываю как я в принципе за ними ухаживают да и у каждое свое мнение уже говорил что как кому удобней и как кому нравится так у них и выращивать мне нравится такая система например да нет для меня она очень удобная и орхидеям это очень тоже очень нравится можете сами видеть по результатам вот если вы любите экспериментировать это только я только за за это я сам люблю экспериментировать но с редаками я не балуюсь экспериментами потому что ну у меня не получается скажем так вот вот так тут король нужно засыпать все корешки сверху желательно чтобы они не сохли потому что я там показывал да были такие черноватые на корешках пятнышки это все того что хотя их обрызгаешь но все равно так бывает они набирают от коры или как мы знаем так что я хотел еще рассказать кору обязательно или свои сварить или пропарить даже если на магазина это не иметь никакого значения абсолютно вот на всякий случай но уголь то есть древесный уголь его ни в коем случае не нужно парить потому что он потеряет свои свойства от ни в коем случае но добавлять его обязательно это проверенный способ и он действует не сильно действует вы сами видите как у вас оживятся орхидейки вот потому что он отдает питательные свои вещества и орхидейкам да нравится действительно нравится так чтобы это еще сказал ну кору конечно там то что поменьше на не очень например такая вот как труха да но все равно я добавляю что было заполнено вот лучше брать это фракции побольше вот видите вот покажу ну даже вот такой кусок можно нибудь пихнуть это ничего страшного это нормально кстати вот он тоже попал вот и вот и посадили мы эту орхидеечку дай бог будет расти дай бог тебе здоровья и роста все удалось кто-то может подумать какой-то человек странно цветами разговаривает поверьте не тоже живые и чувствует как у тебя к относитесь это же дело такое так а сейчас его нужно переместить вот сюда это уже папа не вылезла не вылезла нормально да вот сидит вот видите не забывайте водички нужно наливать вот так ну сантиметр максимум то есть до половины ведь его там есть вот пространство где-то сантиметр наверно два с половиной три но сантиметр максимум если кто так выращивает вот так максимум больше не нужно потому что будет она гнить и просто это вода не будет испаряться на это мой метод а мне уже орхидеи ну не скажу что слишком долго но лет пять может шесть где-то это так наверно вот и так у меня по крайней мере так растут чтобы он больше сказать я вам рассказывает то что как у меня творится как мне делать как у меня они живут извините у каждого есть свои какие-то условия для орхидеи да там у меня например южное окно другого северное там совсем другая там все не нужно и так думаю убирать эти орхидеи северное окно там все солнце фактически не бывает на других на другую сторону ходит окна кота влажность большая у меня например сухо дома я опрыскаю их и потому что иначе нельзя не получаться вот они должны не только вот даже документу стоит приходится опрыска хотя он любит воду вниз это вот на подоконнике до него и разные там у меня рассада стоит тоже приходится опрыскивать ну сухо ну что сделаешь хотя первый этаж так вроде бы я все рассказал извините что долго старался показать все как я делаю постепенно выясняйте что долго давайте на этом и прощаться подписан на канал не забывайте нажимать на колокольчик чтобы вы знали когда мы видео нового выходит ставьте лайки пишите комментарии всегда рад вашем комментарии кстати очень комментарии помогли по обрезке от орхидейки и вообще комментарии помогают общение с людьми от вообще хорошо вот жду от вас комментарии лайков подписок всем пока пока пока